Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про наушнички от Huawei, Huawei FreeBuds Pro. Они у меня были в комплекте с моим смартфоном Mate 40 Pro. Была вариация на выбор либо часы GT2 черные, либо наушники любого цвета на выбор, именно прошки. Открывать я их не буду, поскольку они подключатся сразу к моему компьютеру. Это, кстати, тоже очень хорошая штука, если у вас компьютер от Huawei, хотя он и на Windows. Плюс наушнички сразу подключаются к вашему устройству, либо предлагают это сделать, и в последующие разы она будет подключаться все время к вашему девайсу. Да, начнем, пожалуй, с распаковки. Погнали! Вот, собственно, наши беспроводные наушники от Huawei FreeBuds Pro. У них тут уже стоит какая-то лицензия, аудиолицензия, да, что эти наушники как бы price-listen, то есть цена-качество. Так, всякие лицензии, награды и тому подобное. То есть, да, они признаны не только, наверное, в использовании с Huawei устройствами, но и, наверное, с другими Android-устройствами. Но лучше всего использовать его именно с Huawei. Так, сейчас мы пленочку вскроем. У меня, как видите, серая версия такая, винчестер, матовый кейс. Так, открываем. И не будем долго томить, откроем же коробочку и посмотрим, что же там внутри. Так, вот так это все выглядит. Так, это все упаковано. Вот такие вот они матовые, матово-серые. Внутри у нас, собственно, ванночка для самих наушников и ванночка для макулатуры. Здесь какие-то баркоды. Не знаю, зачем они нужны, наверное, для продавцов. Внутри у нас кабель Type-C на Type-A, как видите. Кабель зарядки. Но мне он не понадобится, поскольку у меня Huawei устройство, и у меня уже есть эта зарядка. Макулатура, все педали и амбушюры, которые уже вывалились, как видите. Амбушюры у нас овальные, и не везде их можно найти. То есть нельзя выбрать чужие кастомные амбушюры. Имейте в виду, если будете приобретать эти наушники. Так, вот так это все выглядит. Ну, слушайте, прикольно. То есть другие цвета, допустим, если брать белые или черные, они будут глянцевые, как видите. Уже все марки. Ну, эта железная часть, она тут тоже марка. Но сам чехол, он весь, как видите, матовый. А белые и черные, они будут глянцевые. Но сами наушнички все равно глянцевые, как видите, серебристые. То есть это серый цвет. Они глянцевые. Вот так они, собственно, выглядят. С надписью Huawei. Похоже, они все равно немножечко на Apple-овские, но именно на Pro-шки. Но их квадратность, как бы, придает им индивидуальности, как по мне. Вот так вот выглядят белые, а так выглядят, собственно, серебряные. Черных у меня нет. Но черные будут выглядеть примерно так же, как и белые. И кейс тоже точно так же будет выглядеть. То есть он будет глянцевый. Глянцевый, как правило, собирает все маленькие царапки и тому подобное. И он очень сильно маркий. И, кстати, их этот современный люфт, который у них вот в крышках есть на серой версии, у меня почему-то его нет. То есть он буквально минимальный. А на белой версии у меня люфтит, как на Apple-овских прошках. То есть один в один. А вот на серых нет. Но, возможно, просто это мне так повезло с моей версией. Потому что все в обзорах говорят, что вот этот люфт, который в этих белых есть, он есть везде. Возможно, мне просто повезло. Да, и вот таким вот образом, собственно, выглядят белые. Ну, белые тоже ничего. Такие. И, кстати, для них продаются различные чехлы. Силиконовые, прозрачные и тому подобное. Имейте в виду. Да, вот такие вот наушнички у нас сегодня. У меня был уже материал про эти наушнички. Он у меня забраковался. И поэтому расскажу я вам сегодня вкратце. Будет уже небольшая, скажем так, небольшой опыт эксплуатации. Поскольку пользуюсь я ими уже, если я не ошибаюсь, три месяца. И у жены тоже такие же, только белые. Если вы мужчина, то советую брать такие, поскольку тогда у вас будет кейс матовый. А две остальные версии, там будет глянцевый. Глянцевая версия. То есть, допустим, белые будут глянцевые и черные будут глянцевые. А такие вот серые, серебристые, они будут у вас матовые. Но советую вам приобрести чехол, поскольку я их обтер об штаны. Тут есть такая глянцевая петля. Она у меня, кстати, она очень маркая еще. Помимо того, что если у вас чехол глянцевый, он тоже будет маркий. И куча царапин уже на нем. То есть, я об джинсы протер и таким образом кучу царапин нанес на заднюю сторону крышки. То есть, на саму петлю. И выглядит это теперь не очень эстетично. Советую приобрести чехол. Благо, на Алиэкспрессе их куча. Заглядываю в описание. Если найду что-нибудь интересное, оставлю обязательно там. Да, кстати, не забудь подписаться. Это поможет продвижению моего канала. И выходу новых видео на этом канале. Качество звучания бомба. Особенно, если у вас смартфон Huawei. Подключал к другому устройству. Звучат они достаточно посредственно. Но подключал к Venus, как я говорил. Подключаются они автоматически. И с Venus они работают тоже достаточно хорошо и грамотно. Звук очень хороший. Что я заметил. То есть, у них есть шумодав, прозрачность и тому подобное. Это вы уже все наверняка знаете. Но поговорим о минусах, которые никто никогда не говорит. Да, поговорим про минусы. У меня... Я столкнулся с такой ситуацией. Возможно, это только мне так не повезло. Кстати, напиши в комментариях. Сначала дослушай, а потом напиши. Да. Такой прикол, что... Если ими пользоваться как Handfree, в шумной ситуации, допустим, вы где-то ходите по городу и везде шумы, у него есть встроенный неотключаемый шумодав микрофона, дабы ваш собеседник не глох при каких-то посторонних шумах. Но это, оказывается, даже и минус. То есть, в моем случае, если я хожу по улице, разговариваю с кем-то, он давит до такой ситуации, что собеседник, в принципе, меня не слышит. Либо слышит так, как будто меня засунули в какую-то бочку, и он через каждое второе слово меня переспрашивает. И мне приходилось подключать для разговора какие-то из старых наушников, допустим, вот эти вот, более дешевые от Heavet, что мне, в принципе, не очень понравилось. То есть, это вот такой вот минус, если он у всех моделей. Кстати, напиши, да, я у жены такого не заметил. Я при разговоре с ней были небольшие проваливания, но, в принципе, разобрать речь было возможно. Возможно, мне просто самому, тавтология, не повезло с моей версией наушников, либо просто такая ситуация встречается поголовно. Так что, да, если у тебя есть эти наушники, напиши об этом в комментариях. Да, останавливаться на каких-то характеристиках, там, шумодавах и тому подобное я не буду, поскольку шумодав и тому подобное это баловство, как по мне. Единственный нюанс, что поставьте в настройках не автоматический шумодав, если вы все же им пользуетесь. Поскольку он давит на автомате, он давит очень-очень сильно и таким образом, я один раз пользовался двумя ушами с сильным или максимальным шумодавом. То есть, он возникает, если вы включаете на автомате, у него происходит резкий перепад на шумодав и таким образом вам может стать плохо, то есть до рвоты. Таким образом, либо я не советую им пользоваться, либо поставьте на легкий шумодав, либо на средний, поскольку давят они действительно сильно. Так что даже становится плохо. В принципе, все. Если у вас смартфон от Huawei, эти наушники must have. И чаще всего они прилагаются в комплекте. Таким образом, да, я только могу рекомендовать, если бы не эта вот ситуация с Handfree. Но, возможно, эта ситуация, как я ранее уже говорил, встречается, встретилась только в моей версии. Возможно, стоило бы мне ее просто поменять на другую. И будет все, в принципе, хорошо. У меня на сегодня все. С вами был, как всегда, Дядя Бен. Желаю вам всего хорошего и до свидания. Продолжение следует...